Друзья, привет! Есть такие легендарные наушники, как BR-Dynamic серии DT. Так вот, сегодня мы поговорим об обновлении этой линейки. Итак, встречайте, DT 1990 PRO. И эти наушники бомбезные, поверьте. Внутри нас ждет два кабеля, один витой, второй классический, дополнительная пара велюровых амбушюр и премиальный твердый кейс для переноски. Если ранее студийные варианты BR-Dynamic имели исключительно аскетичный и профессиональный внешний вид, то в новую генерацию DT добавили стиля. Теперь это действительно красивые наушники, внешний вид которых явно показывает о благородном происхождении. Впечатляют материалы корпуса, среди которых качественный металл черного цвета, прошитая голове с кожзама и долговечный матовый пластик. Сборка на типичном для производителя уровне, высоком. Все элементы конструкции, как и ранее, могут быть заменены. Оба съемных кабеля высокого качества, крепкие и эластичные. BR-Dynamic GT1990 Pro являются студийными наушниками, а в этом деле удобство выходит чуть ли не на главный план, конечно, после звука. И здесь у героя обзора полный порядок. Пускай наушники весят 370 грамм, но неуверенно держатся на голове и не утомляют шею. Усталости, как таковой, мне не удалось почувствовать даже за целый день прослушивания музыки. И, естественно, это исключительно вариант для помещений. Никакого прослушивания с плееров на улице и быть не может. Для чего изначально предназначены такие наушники? Правильно, для профессиональных целей, будь то сведение или мастеринг. Для подобных вещей нужна беспрецедентная правдивость и качество. Только тогда модель может завоевать популярность в своем классе. За это, собственно, всеми полюбилась серия DT. Она до сих пор считается одной из самых лучших в своем классе. BR Dynamic DT1990 Pro переворачивает страницу на более крутой уровень и демонстрирует просто сумасшедший кристальный и правдивый звук. Ровно такой, о котором бредят многие ценители аудио. Да, сводить музыку и записывать новые треки с этими наушниками одно удовольствие. Но это также и тот случай, когда слушаешь последний альбом To Doge Cinema Club и бегом идешь в пляс, поскольку музыка волной накатывает позитивное настроение и тебя уже не остановить. По звуку BR Dynamic DT1990 Pro чем-то схожий Sennheiser HD700, но наблюдаются некоторые фирменные различия. С аудиофильской точки зрения DT1990 Pro интересней, более живые, динамичные и широкие. Но Sennheiser HD700 хвастается большей честностью и правдивостью. Будет немало людей, которые для работы предпочтут именно HD700. Невозможно сказать, какая из этих двух моделей краша играет. Они на одном высоком уровне. Но радует тот факт, что BR Dynamic со своей новинкой сразу же смогли выйти в конкуренты с хорошо зарекомендовавшими себя наушниками подобного класса. Что мы имеем по характеру звучания? Здесь доминирует открытая чистота и, как говорилось выше, честность. Все ровненько и аккуратно. Моделька, естественно, не скупится на детали. То есть сцена широчайшая, детали абсолютно все слышны, микродинамика потрясная, колокольчики, барабаны, какие-то микрозвуки, которые я практически даже никогда не слышал. Даже в тех же стриминговых сервисах типа Google Play Music я услышал очень много новых деталей. Да-да-да, я такое не слушаю, понятное дело, там надо все во флаке слушать. Но даже в низкобитрейдных композициях слышна разница, а это уже о чем-то свидетельствует. При подключении Asus Yvonne Muses плюс Bear Dynamic A20 просыпается сумасшедшая динамика наверха и на еле слышимых призвуках. Радует многоэтажность и рельефность звука, что очень хорошо чувствуется на многоинструментальных композициях с ярко выраженным ритмом. Этим как раз порадовали Tudor Cinema Club в своем свежем альбоме Game Show. Диско в моде, электроника с гитарными рифами и невероятным ритмом. Трек Ordinary звучит на Bear Dynamic очень живо и красочно, особенно впечатляют моменты затуханий и атаки. А эти прекрасные гитарные проигрыши и отбивка по барабанной установке, альбом шикарен. И, наверное, Фли гордился бы тем, как играет его бас-партия в песне The Getaway от великих Red Hot Chili Peppers. Вот именно так должна звучать бас-гитара, никак иначе. Да и в общем, трек показывает, насколько щепетильно наушники относятся к проработке всего частотного диапазона. Каждая мелочь звучит настолько достоверно, что просто начинаешь представлять себя на их концерте. Ну и проверку на скорость модель с легкостью прошла на композиции от брутальных валийцев Bout from Avalentine, Scream I'm Fire. Даже такое мясо играет быстро, качественно, разделенно и максимально чисто для подобного рода музыки. Позиционирование и сопротивление Bear Dynamic DT1990 Pro четко дает понять, что такие наушники не послушать на смартфоне, а иногда даже на неплохом плеере. Покупая данные наушники, вы должны иметь как минимум хороший усилитель, а в идеале целую связку – транспорт-сап-усилитель. Есть мировые производители наушников, о которых знают абсолютно все любители качественного звука. К таким относится и компания Bear Dynamic, которая в своем арсенале имеет огромнейший набор знаковых моделей. И новинка от DT1990 Pro не стала исключением. Это шикарные наушники с прекрасным чистым и драйвовым звуком, отличным дизайном, удобной конструкцией и хорошей комплектацией. По факту перед нами один из лучших, если не лучший, кандидатов на покупку в подобном ценовом диапазоне. Друзья, если вам нравятся эти наушники, подписывайтесь на наш канал. А то, если вы не подпишетесь, то они расстроятся и перестанут продаваться. Вот такое иногда случается с профессиональными моделями. Они очень такие обидчивые. Всего вам доброго, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok